Этот ролик должен был выйти позже, но я решил форсировать его производство в связи с новостью о выходе обновления. Завтра будут проводиться технические работы с 12 до 14 часов по МСК. Это должно быть долгожданное объединение компаний. Наконец-то. Давайте напомню для всех, в чем суть обновления. Все ветки прокачки объединяются в одну для каждой фракции и делятся на ранги. Подбор будет происходить по рангам. Две основные очереди, первый второй ранг и четвертый пятый. И третий ранг, который будет попадать в обе стороны. Японцы играют без пятого ранга, но против них он тоже не попадает. При этом остается некоторое деление на компании, где первые ранги играют на ранних фронтах, а топы в Берлине. Также появится новая валюта, на замен заявок. И будет полностью перепилена экономика. А также перки у солдат. Всех предупреждаю, готовьтесь фармить. Практически сразу же будет запущен ивент с выдачей советского десанта. А после него или даже одновременно будут выдавать отряды инженеров, которые смогут носить автоматы. А теперь основная тема этого ролика. Историчность. Давайте так. Историчность сама по себе это неплохо и нехорошо. Она должна влечь на общее восприятие игры и все адекватные проекты. Приносит историчность в жертву баланса и интереса геймплея. И это нормально. Даже намоленный любителями истории ХЛЛ, историчность периодически вертит на своем болту в пользу геймплея. И это хорошо. В последнем ролике я сказал нахер историчность. Потому что считаю, что запирать топ тир на картах Сталинграда и Берлина тупая идея. Нужно дать возможность всем ВРам играть везде. Да, если берлинские карты будут составить большую часть матчей, чем остальные, это нормально. Но игроки на топ тире устанут от этого очень быстро, если у них не будет хоть какого-то разнообразия. Особенно те, кто пришел из Москвы. Не у советов точно такие же топы, что и в Берлине в виде ППШ и автомата Федорова. Очень обидно перестать попадать на свои любимые карты даже иногда. Из-за этого в комментарии набежали любители историчности и начали рассказывать, насколько же это все правильно, ведь главное историчность. То есть мы обрезаем игровой опыт игроков ради якобы историчности. Потому что наша игра якобы делает заявку на историзм. Ну-ну, давайте посмотрим на историзм. Начнем с американцев. Шерман Джамбо в Нормандии, который постоянно выезжает на дне Дэ и составляет проблемы немцам, которого там не было и быть не могло. Потому что его еще тупо не привезли на фронт, эта дура слишком тяжелая, чтобы пускать его в первую волну десанта. М2 карабин, разработанный только в начале 45-го года и который применялся только в Японии. По итогу является основным оружием американской пехоты в Нормандии, при этом он же есть в Тихом океане. На первый взгляд все правильно, кроме того, что Тихий океан в нашей игре это битва за Куадал Канал, которая кончилась в 43-м году. Путешествие во времени не иначе. Не отходя далеко от кассы, перейдем к японцам. Винтовка Тип-4, которая была разработана в 44-м году и никак не могла поучаствовать в битве. А винтовка Тип-8 вообще не использовалась никогда, потому что не прошла испытания. Думаете это все? ПЗ-4Ф2 под Москвой, который отгрузили через несколько месяцев после конца битвы. МКБ. Там же и в Сталинграде. Который был ограниченной партией под Москвой в рамках полевых испытаний. А под Сталинградом вообще не присутствовал. Ведь адекватные темпы производства были налажены уже после окружения немецкой группировки и поставлялся он почти на 2000 км севернее Сталинграда. С учетом таких исторических допущений, первый Тигр под Москвой выглядит не очень плохо. Они тоже применялись в 42-м году, как и ПЗ-4Ф2. Правда на другом куске фронта, как и МКБ в нашей игре. Все нормально. Перейдем к Сталинграде, РД-44 и АС-44, которые вообще не принимали участие в войне. На пару с АФ, который применялся ополчением Москвы, но никак не мог быть использован в Берлине. И это, если закрыть глаза на удивительную распространенность ФГ-42 в полуразрушенном Берлине. На прекрасное качество техники и наличие сильной авиасоставляющей немецкой группировки под конец войны. К этому можно добавить, например, то, что секторы магазина на ППШ были разработаны только после битвы под Москвой, на замену бубнам. По итогу после объединения, исторические бубны с АФом попасть под Москву не смогут даже в теории. А вот всякие пумы, МП-3008 с Берлина и прочее, спокойно. Какой можно сделать вывод из всего этого? Историчности в игре нет уже 2 года и не будет после объединения. А крики любителей истории, которые не хотят, чтобы топ-тир воевал под Москвой, выглядят как желание просто нагадить игрокам, которые хотят играть в игру, а не в историческую справку. Я вас поздравляю, в игре была историчность еще до ввода Берлина и последовавших после него непотребств. Почему вы тогда не развернули игру с этого пути? Вопрос лично к вам. Сейчас уже поздно. Enlisted идет по пути улучшения и расширения игрового опыта, ухудшая при этом историчность. Это нормальный процесс, который я всецело поддерживаю. Поэтому прошу, чтобы разработчики в будущем продолжали ставить Беры, в первую очередь исходя из боевой эффективности, а не из годов производства, и отвязали боевые рейтинги от карт, чтобы игроки могли получить как можно больше разного интересного игрового опыта. Поставьте лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить ролики по обновлению, а может и стрим, если я найду время, конечно. Все же сестье на носу. В описании ссылка на фанатский телеграм-канал, мой дискорд-сервер и группу вконтакте. До связи, товарищи.